Клубы черного дыма, поднимающегося к небу, видны за несколько километров от нефтебазы. Полиция в целях безопасности перекрыла обе полосы трассы Западный Китай-Западная Европа и направляет автомобили в объезд. При подъезде к нефтебазе заметно, что было два очага возгорания, и если цистерны с бензином и машины пожарные уже потушили, то на насосной станции пламя бушует во всю силу. Со стороны ТО «Костройсервис» на территории ТО «Мунай-БК» на большой скорости по железнодорожным путям заехали три полувагона. На них были погружены две автомашины «Урал» и неопределенная бочка. В результате столкновения с цистернами произошло возгорание. К 13.00 пожарные, проведя пенную атаку, сумели полностью локализовать пожар, для чего потребовалось 22 единицы техники и 105 человек личного состава. Неожиданно на нефтебазу приехал Яким области Бейбут Атамкулов. Осмотрев место пожара, руководитель региона подошел к журналистам. Прокуратура Росненопадова, провода, трассу полностью перекрыли. Ну, трассу надо отпускать по второй линии запусканий. Все, хорошо. Ну, ладно, я тогда сейчас через час подъеду. По ситуации еще доложитесь. Хорошо. Самое главное, жертв нет. Жертв нет. Самое главное, не допустить до ближайшей цистерны. Ну, она пустая, да? Пустая, пустая. Больше всего хлопот пожарным доставил огонь на насосной станции. Нефтепродукты, находящиеся в насосах и трубах, долго не удавалось потушить. Пожарные постоянно охлаждали водой 15 рядом стоящих резервуаров. По сообщениям специалистов ДЧС, для окончательной ликвидации возгорания на помощь пожарным из Шимкента выдвинулся пожарный поезд. Продолжение следует... Продолжение следует...